Это место хоть и называется клубом, но на клуб в привычном понимании похоже мало. На проспекте Ленина открылся Фрэнс Клаб. Сеть подобных заведений работает по всей России. Молодые люди приходят сюда, перебываются в тапочке и усаживаются пить чай с печеньем и конфетами. А в перерывах они общаются, играют в настольные игры и смотрят кино. По большому счету проект социальный, потому что здесь нельзя курить, нельзя пить, на алкоголь и табак наложено вето. Есть правила клуба, согласно которым здесь нельзя нецензурно выражаться. Все те, кто приходят в нетрезвом состоянии, удаляются из клуба, потому что это нарушение правил. Таким образом, можно сказать, что это социальный проект. И для чего создаются все социальные проекты? Для того, чтобы, наверное, делать мир лучше. Впрочем, ночь кинопросмотра стоит 300 рублей. Само пребывание в клубе – 1 рубль за минуту. Ремонт в арендуемом помещении активисты сделали своими руками. Стены бесплатно разрисовывали 8 ивановских художников. Каждая зона пространства получилась по-своему яркой и индивидуальной. Мне кажется, мы держались той грани, чтобы смотрелось и не по-детски, но с другой стороны, чтобы дружелюбно. И мне кажется, мы сумели этого достичь в наших работах. Делали рисунки и посерьезнее, и с какими-то приколами, возможно. У нас, например, есть зеленая девушка на стене – Фиона. Клуб работает всего несколько дней. А Роман Лаврентьев, начинающий фотограф, уже пожелал устроить здесь свою первую персональную выставку. Наверное, мне еще рано выставляться в художественном музее или где-либо. А для начинающих людей, для творческих людей, Фрэнс Клуб – самое подходящее место. Потому что приходит здесь молодежь. Они могут оценить, посмотреть фотографии. Фрэнс Клуб уже заимел постоянных посетителей. Манит их не бесплатное печенье и Wi-Fi, а теплая и дружественная атмосфера. Здесь очень уютно, разрисованы стены. И очень сюда тянет, особенно мягкие пуфики. Хочется поваляться, взять книжку. Мне очень нравится здесь, как встречают. То есть сразу общаются, улыбаются, предлагают чай, кофе, печеньки. То есть всегда можно найти компанию, абсолютно незнакомые люди здороваются, улыбаются, с ними можно поиграть. Проект пока выглядит весьма привлекательно и безобидно. Молодежь общается, играет, дискутирует. И происходит это не в социальных сетях, а в реальной жизни. Что немаловажно для зараженного интернетом поколения.